Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я послал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одюсову задавал DimaTorzok ДимаIs Вообще мы все тут в Европе живем У нас три часа Auldand И я продолжаю всем рассказывать Потому что каждый раз считаю Я поеду вместес zoo Диме ville И благодаря его зала поbei Диме У нас толерантный город И сам иногда не верю Но когда я сравниваю наш город с другими городами страны, ребята, у нас толерантный, открытый людям город. У нас будет мельчинь, у нас точно будет непарад. У нас даже на Багази будут продолжать показывать по телевизору, потому что все самое доброе и хорошее мы пускаем. Вся благодатья потом выигрыша, если что. На самом деле мы выбрали свой путь в Европейский город, но мы сделали это пока интуитивно, неосознанно. Мы стараемся кодировать хорошие премии Польши, Литвы, Германии, Снегнавии, но мне кажется, что нам не хватает, сегодня я, когда сказал Пропкино-Московскому, понял это слово, нам не хватает какой-то городской религии. Нам не хватает идеологии, которая скажет, Калининград, ты пришел в этот мир для того, чтобы стать лучшим. Ты пришел для того, чтобы открыть стране, в которой ты живешь, в России, самое лучшее, что есть в мире. И мне кажется, что мы должны как можно быстрее стать несоветскими и как можно быстрее стать инописцами. Что я предлагаю для этого сделать, и моя следующая идея. Во-первых, с того, что закончились выборы мэра, и мэр может работать спокойно, не только... Нет, мэр у нас работал, я буду сельского автора, наделать обра. Я предлагаю создать, по-английски это сент-энк, выслительный мозговой центр. Собрать сюда людей из Европы, из Америки, большинство из них приедут к нам волонтерам, я вас уверяю, которые расскажут нам, как города разрабатывали стратегии своего развития. Как, например, прекрасному шведскому маленькому удалось за 10-15 лет превратиться из города Манкротта, в город, в который стремятся жить люди не только из Африкадзи, но и люди из соседних государств, зданий, из Шведских. Затем я предлагаю предъявить 2012 год, годом работы будущего, и провести огромное количество фарсайтов, фокшопов, выставок, конференций, конкурсов. Главная цель готовить. Ребята, высказывайте свои мнения о том, как должен развиваться город. Эксперты, оценивайте мнения, все вместе добывайте, разрабатывайте дорожные акты того, как он будет двигаться дальше. Это все довольно наивно. И сам я в Фейсбуке с радостно посмеялся над теми из-за своими предложениями. Ну, группа по сохранению пушчатки у нас с этим в большом объеме столкнулась. Но, ребят, если мы не начнем делать эти шаги, мы с вами точно не удовлетворяемся. Вот эта вот штука, она меня пугает своим быстрым течением, там, часы. Что, мне кажется, важно, что обязательно должно быть предусмотрено в тексте той стратегии, которую город измерил для себя. Во-первых, мы с вами понимаем, что город Калининград, в отличие от очень многих других городов, это город, который сознательно выбрал людьми для жизни здесь. Сознательно. Они жили здесь не потому, что они здесь отделись, не только там, а потому, что они выбрали этот город, чтобы переехать. Они выбрали этот город, чтобы уехать, хотя у них была такая возможность. А раз люди сознательно выбрали этот город для жизни, значит, люди должны вернуть право на управление городом. Люди должны быть максимально увлечены в систему управления городом. Но, что здесь очень важно? Важно, чтобы люди и взяли на правду. Потому что желающих входить во все эти общественные советы и прочее, желающих из нас, из разумных людей, из тех, чьих идей достойны воплощения, на самом деле мало. Вы не верите нам. Ребята, мы, если бы не было, так продолжать никому верить. Почему не случилось? Комфортный город. Если мы хотим, чтобы люди здесь жили, если мы хотим, чтобы люди сюда приезжали, если мы хотим, чтобы у нас были туристы, город должен быть комфортным. Нам нужно за все ому взять, что трамвай возвращается в город. Нам нужно за все ому взять, что автомобиль не уходит. Ребята, я с первого июня езжу на Роспит. Первый из больных был ужасно страшен. Сейчас просто холодно. Пересаживайтесь на велосипед. Дай мне не парковать. Да, периодически находятся идиоты-водители, которые работают перед дорогой на тротуар. А потом очень хорошие пешеходы, которые справедливо ходят на тротуарную дорогу. Но, ребята, пересаживайтесь на велосипед. Меняйте мир вокруг нас сами и сейчас. Какие направления развития города имеют? Здесь я предлагаю два взаимодополняющих сюжетов. Первый. Калининград – город временного пребывания. Это звучит характерно, и по вокзалу, и не дает эту тюремлю. Но, что я имею в виду. Калининград – это город, куда люди приезжают. Надень на семена. На неделю – филистическую поездку. На месяц – уроки. На шесть лет учиться в университете. Мы постоянно обеспечиваем приток новых людей, обмен движения. Потому что это позволяет нам обогащаться на других. Мы же не зарабатываем на этих потоках. И главное – обогащаться не ради нами, а обогащаться русскими. И второе связанное с этим направлением. Конечно, Калининград – один из самых удобных городов в России для того, чтобы стать городом креативного класса. К нам должны ехать айтичники, дизайнеры, юристы, инженеры, целые образовательные центры. Мы должны здесь дать им возможность комфортно жить и работать. И вот эти люди из первой группы, туристы и посещающие, они будут покупать продукцию этих художников, ходить в музеи на концерты этих музыкантов. Они будут участвовать в семинарах, конференциях, которые проводят наши ученики. Я бы, например, сделал такую штуку. Понимаете, кто из вас знает, что это как русскими? Вот в России знающие, что такое русскими исходят. Для меня это простой выбор. Давайте сделаем здесь закон русскими. Не надо конкурировать с Пензой по количеству кандидатов, как к королю подшипников в уровне качественной безопасности автомобиля ЛАП. Не надо брать эти старые советские и российские темы. Мы с вами здесь. Я эту фразу, когда я разрешу, не мешаю, но у нас с вами ничего нет. Это огромный плюс. Мы можем начать с вами любую тему. Мы можем выбрать то, что нам нравится, приглашать сюда людей, которые могут этому у нас научить, и делать, делать, делать. И мне кажется, что вот эти вот маленькие шаги позволят нам через 10 лет стать действительно городом, которым гордится вся страна и городом, которым гордится все Балтийское побежье Балтийского моря. Но это они будут гордиться через 10 лет. А моя идея такая. Давайте завтра утром, или в понедельник, если завтра один тяжелый будет, проснемся с ощущением нового, с гордостью за то место, где мы живем, с осознанием того, что, блин, а у меня же тоже есть бабочка, ее можно надеть и ходить выбедриваться в своем офисе. А в 2024 году, в три старинкаунка, мы с вами наконец-то доживем до той ситуации, когда нам будет совсем не стыдно вернуться к нашему родному городу, или Кеминске, и вернем это на деньги, которые сами соберем. И поэтому последняя моя идея, я считаю, это тоже неплохая, это создать город в 2024, который займется тем, что соберет деньги для терминования города в городе Кеминске. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ